Российские конькобежцы блестяще выступили на чемпионате мира. Российские мастера скоростного бега на коньках здорово выступили на чемпионате мира на отдельных дистанциях в немецком Минцели. Наши спортсмены выиграли 11, награду одну золотую и 10 бронзовых. По общему числу медалей это второе место в общем зачете после Голландии, 8 плюс 6 плюс 2. Руслан Мурашов выиграл золотую на спринтерской дистанции 500 метров с новым рекордом катка. Фото, EPA, особенно впечатляющим получился результат россиян на мужской 500 метровке. Здесь ждали как минимум попадания на пьедестал действующего мирового рекордсмена, двукратного, 2015-2016, чемпиона мира на этой дистанции Павла Кулижникова. Однако он показал только седьмое время, 34,53. Причем Павел стартовал в последнем забеге и уже знал, как выступили остальные конкуренты. А победителем в какой-то степени неожиданной стал Руслан Мурашов, который пробежал 500-ку за 34,23 секунды. Это рекорд катка. Еще один наш участник Виктор Муштаков добился бронзы, 34,43, а между двумя россиянами вклинился получивший серебро норвежец Ховард Лоренцен. 26-летний Мурашов и раньше входил в континентальную и мировую обойму топовых скороходов-спринтеров, но был несколько в тени Кулижникова. Хотя не лишне напомнить, что лучше в карьере результат Руслана на дистанции 500 метров, 34,02, лишь 0,04 секунды уступает мировому рекорду. В 2016-м на чемпионате мира он в этом виде соревновательной программы взял серебро, через год бронзу, а вот сейчас собрал полный комплект наград. Россияне взяли три золота на этапе КМ по шорт-треку. Интересно, что уроженец подмосковного Воскресенского Мурашов в детстве занимался хоккеем в школе местного химика и даже боксом, только в 15 лет оказавшись в скороходах. Живет в Коломне, где находится крупнейший в нашей стране конькобежный центр, тренируется у серебряного призера Олимпиады 2006 Дмитрия Дорофеева. Что касается Кулижникова, то чемпионат на льду Инцеля он вряд ли может записать себе в актив. И вроде бы ничто не предвещало неудач. В самом начале февраля на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре он выиграл оба старта на пятисотке. Но в Инцеле Павел на следующий день после седьмого места на коронной дистанции остался без медали и на тысяча шестой результат. Здесь весь пьедестал почета заняли главные законодатели мод этого вида спорта голландцы. Свою единственную награду Кулижников получил в день открытия соревнований, когда впервые на чемпионатах мира определялись победители и призеры в командном спринте. От обычной командной гонки преследования этот вид отличается длиной и дистанцией 3 круга по 400 метров вместо 8. Кулижников, Мурашов и Муштаков здесь добились бронзы. В какой-то степени историческое золото завоевали голландцы. На нижнюю ступень пьедестала в командном спринте поднялись и наши девушки Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова. В женских соревнованиях больше всего наград среди россиянок выиграла призер Олимпийского Пхенчхана 2018 Наталья Воронина. У нее три бронзы в стаерских дисциплинах 3000 метров, 5000 метров, в командной гонке преследования в компании с Елизаветой Козелиной и Евгением Лаленковой. Из всех россиян, добившисься бронзы, самым драматичным стал успех 24-летнего саратовца Данила Семерикова на дистанции в 10 тысячах метров. В коньках результаты публикуются с точностью до 0,01 сек, но электронный хронометраж все фиксируют до 0,001 сек. Семериков бежал в последний, шестой паре и заставил трибуны разочарованно выдохнуть Данила на 0,002 сек. Опередил финишировавшего ранее немца Патрика Беккерта. Спорт виды спорта зимний спорт. Спорт виды спорта зимний спорт.